Всем привет, мои любимые! Меня зовут Карина, и я очень рада приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю новое видео. Я сейчас нахожусь в очень веселом настроении, потому что, блин, произошла такая ситуация, о которой я обязана вам рассказать и поделиться. Как вы видите, на заднем фоне непривычно все для вас, потому что я впервые снимаю видео у своей подруги дома, у которой я оставалась на ночевку, а она уехала снимать ролики. Мы познакомились с ней буквально два месяца назад, она мне сейчас помогает снимать какие-то видосы, и у нее оказалась камера, я ей позвонила и спросила, можно ли я ей воспользуюсь, и пока есть такой удачный случай, я решила снять ролик, к тому же, на новом фоне для вас. Совсем скоро я вам расскажу об этой ситуации, перед этим попрошу вас подписаться на мой инстаграм обязательно и поставить лайк под этим видео. Ну а если ты еще не подписан на мой канал, то я тебе советую срочно подписаться, нажав на красную кнопочку ниже и магией подписки превратить ее в серую. Ну и еще, если не сложно и ты меня любишь, даже если ты меня не любишь, просто нажми на колокольчик и включи уведомления о моих новых роликах, чтобы не пропускать премьеры и прочее, прочее, прочее. Я желаю вам приятного просмотра, сегодня мы нормаленько так повеселимся, потому что это видео можно назвать тоже перепиской, но пока я не могу до конца понять с кем. С папой, не с папой. Вообще, что за бред происходит, это капец. Сейчас я вам обо всем расскажу. Мы можем начинать, поехали! Я думаю, настало время вам показать, с кем эта переписка будет. Я до конца не могу понять вообще, что происходит. Короче, у меня есть мой личный телеграм-канал, доступ к которому знают только мои самые близкие друзья и моя семья. Мама, папа, сестренка, ну и бабушка, которая недавно научилась пользоваться телеграмом. Ну и, соответственно, происходит такая ситуация, что мне на этот телеграм-канал моим новым номером телефона написал «Очень прекрасный человек, который выставил себя моим папой». И сейчас я вам покажу, что же он такое написал. Смотрите на эту прелесть. Номер я заблюрю ради безопасности и своей этого человека. Не знаю вообще, кто это, как это, что это. Но меня очень рассмешили фотографии, и изначально я напугалась этим сообщением, потому что буквально полчаса назад мне написал какой-то странный номер с сообщениями «Доча, привет, ты скоро будешь дома?» На что я сразу же ответила «У тебя новый номер», потому что, ну, мой папа как раз собирался менять номер телефона, и я подумала, он решил это сделать сегодня, он написал «Типа того». А мой папа не переписывается и никогда не говорит «Типа того». Я от него это ни разу не слышала, поэтому я сразу же ему позвонила и сказала «Пап, ты поменял номер, все ли хорошо вообще, это нормально, ненормально?» На что он мне сказал «Я не менял номер телефона, и я не знаю, кто тебе написал, поэтому поменяй ник в телеграме или еще что-то такое». Я такая «Окей, я поняла, поэтому решила сразу же взять камеру подруги и записать вам это прекрасное видео». Я думаю, что мы сегодня вместе с вами посмеемся, потому что этот человек реально быстро отвечает, с учетом того, что вот буквально за минуту он мне ответил. Сейчас мы с вами все поймем. Итак, что же я хочу написать ему первым делом? Давайте изначально посмотрим на фотографии, меня они тоже немножечко ввели в такое максимальное заблуждение. Фотография с моим папой, которая была выложена в мой инстаграм, тут как бы нет повода переживать, потому что любой человек может взять ее из интернета. Следующая — это какой-то галстук, и фигура явно не моего папы, а какого-то более спортивного мужчины, который прям, ну, худенький. Это можно заметить, да? Что мой папа такой упитанный, взрослый мужчина, а на второй фотографии какой-то очень странный парень, и это явно не мой папа, потому что, ну, как минимум, я знаю его одежду. Дальше — какой-то вообще бородатый мужик. Я дико извиняюсь, но это реально какой-то бред. Просто поставили какого-то мужика, мой папа сроду не меняет аватарки, и как бы он мне уже и так сказал, что это не он, тут как бы доказывать уже нету смысла. Дальше — еще какая-то личность с черными очками, тут даже комментировать не буду. Еще какой-то мужчина. Я так понимаю, что, наверное, пользователь этого прекрасного аккаунта был не уверен в том, что на фотографии реально мой папа, и решил сразу 10 вариантов добавить, и, типа, вдруг из этого кто-то окажется моим папой. Я не знаю вообще, что за бред. Честно говоря, я не понимаю, как можно поставить аватарку моего папы, а потом еще каких-то мужиков, но окей. Какая-то супер некачественная фотография машины, где он за руку держит какую-то девушку с темными волосами. Очень некачественная фотка, просто капец. Ну и последнее — это BMW. Да, у моего папы BMW. Тут реально пользователь мог немножечко угадать, да. Мой папа любит именно BMW, но сейчас не об этом. Я обратила внимание на имя пользователя. Вникла в это название, так сказать, в это имя, и поняла, что там написано «И не пытайся меня найти». Я так понимаю, надо мной решили подшутить, или кто-то решил меня пранкануть, и все-таки тот, у кого был мой номер телефона, или доступ к моему никнейму в Телеграме, проговорился к какому-то другу, который все-таки решил меня найти и вот такую вот фигню написать. Сейчас мы с вами вообще поймем, что к чему. Давайте-ка скорее ему напишем. Пока типа я не знаю, и поверилась, что это мой папа. Давайте сделаем так. Пап, во сколько мне нужно быть дома? Соответственно, пользователь изначально не читает сообщение, на что я и надеялась, но надеюсь, что он ответит быстро. Давайте-ка подумаем, что еще можно ему такого написать. Сообщение прочитано, и чел сразу же вышел из сети. Окей, печатает. Можно я задержусь до двух часов ночи? Давайте напишем такое. Сейчас мы узнаем, какой мой папа. А-ля, да? Добрый или злой? Восемь, мы хотели поужинать. У тебя дела? Ну, ты мне об этом не говорил. Очень интересно. Мои родители реально хотели поужинать, но это было два дня назад, и как бы они бы меня предупредили об этом. Да и к тому же я знаю, что это не мой папа, просто очень странное совпадение. Окей, ладно. Ты мне об этом не говорил, отправлю ему жопу, которая горит. Говорю сейчас. Мой папа по диалогу реально очень похож вот с этой странной персоной. Единственное, что меня успокаивает, это то, что я реально созвонилась со своим папой, и он сказал, что нет. Вообще, как бы забей. Мой папа не берет трубку. Ты можешь подтвердить, что ты действительно он? Какие два ночи? Ты серьезно? Давайте напишем ему, типа, да, у меня сегодня блогерская вечеринка. Но пока мне слабо верится, что ты мой папа. Конечно, я все о тебе знаю, Карыч. Конечно, это будет сейчас очень странно, но меня вся семья называет именно Карыч. Я сейчас в таком небольшом шоке, если честно, нахожусь. Ну, может, это совпало, но Карыч вряд ли кому может, как бы, в голову влезть, потому что, ну, Карыч это вообще персонаж из смешариков, и меня называет так только моя семья, и никто об этом не знал. Хорошо, ладно. Я даже не знаю, что можно ответить на это сообщение. Так, пап, когда у меня день рождения? Давайте я попробую позвонить на этот номер. Буду очень надеяться, что, в принципе, человек сможет ответить на мой звонок. Звонок завершен. Почему ты не берешь трубку? Попробую позвонить еще раз. Человек просто сбрасывает. Пап, типа я верю, что это папа, но не до конца. Давайте так. 14 марта, малыш. Так, малышом меня называл только один человек, и это был явно не папа. Малыш, ты меня так не называешь. Что за приколы? Хорошо. Какой вопрос я могу задать, чтобы этот человек точно спалился? Ага. Можешь сходить в мою комнату и сказать, что у меня лежит на кровати. Там лежит плюшевая игрушка. Вот типа такой, только голубая. Скажи, какая игрушка у меня в комнате на кровати? Захотелось назвать. Так, понятно. Посмотрим, что этот прекрасный человек ответит на это сообщение. Я на работе. В смысле, пап? Ты сегодня не работаешь. Ты мне сам это утром сказал. Вообще-то да, по факту. Мой папа немного приболел, и это реально. Он сейчас не работает, и сегодня утром он мне сказал, что не сможет выйти на работу по причине плохого самочувствия. Я думаю, что нужно написать, ты же себя плохо чувствовал утром. Меня вызвали, попросили приехать. Ты мне утром сказал, что у тебя температура. Какая? Знаете что? Вот на самом деле, я и без его каких-либо сообщений понимаю, что это не мой папа, потому что если его вызвали по работе, он не будет тратить время на переписку со мной и доказывать, что он действительно мой папа. Как минимум, мой папа бы просто мне позвонил и сказал, Карин, я на работе, просто жду тебя дома в это время, я не хочу с тобой сейчас вступать в диалог, потому что я занят. И мне кажется, это было бы реально актуально, потому что мой папа бы сделал именно так. Да и блин, черт, я ему звонила, и мне папа сказал, что это не он. Не помню, 37,6 примерно. Нет, у моего папы была температура 38,2. Я знаю, что ты не мой папа. Хватит, пожалуйста, возьми трубку. Попытаюсь еще раз позвонить. Звонок сбрасывается, все понятно. Я тебя сейчас просто заблокирую. Я не могу говорить сейчас. А переписываться можешь, блин? Я скажу, пап, как нашу собаку зовут? Давайте хотя бы так. А, нет, еще сложнее. Просто, знаете, поприкалываемся с вами, я уже знаю, что это не мой папа, логично. Когда день рождения у моей собаки? Об этом знают только моя мама и папа. Даже Полина не может до сих пор запомнить. Я написала, когда день рождения у Милы. Интересно, что же этот пользователь ответит мне? Мне интересно вообще, кто скрывается за этим номером телефона, потому что... Кто такая Мила? Черт, мне кажется, ребят, даже вы об этом знаете, то, что это моя собака. Весь инстаграм об этом знает. Все, хватит. Я блокирую. Не надо. Почему? Кто ты вообще такой? Или такая? Не понимаю. Я твой папа. А, ну все, тогда сразу понятно. Оказывается, мой папа. Это вот на второй фотографии какой-то мужик непонятный. На третьей фотографии какой-то бородатый. На четвертой вообще какой-то волосатый. Потом еще какой-то мужик-бизнесмен делает вид, что смотрит в часы и одновременно разговаривает по телефону. Потом какая-то некачественная фотография. Ну и последний, это мой папа-руль. Я так понимаю. Правильно. Окей. Завтра что делаешь? Пап. Ой, почему я пишу пап, если я уже знаю, что это не мой папа? Погодите. Я уже запуталась. Я тебе не скажу. Иди, пожалуйста, отдохни на своей, в кавычках, работе. Кто тебе дал мой номер? Этот номер а-ля знают только мои близкие люди. Дома отдохну. Ну понятно, что он дома отдохнет. Ты мне его дала. Когда мы с тобой вообще переписываемся в ботсе. Так, ребят, все. На самом деле мне уже реально не смешно. Типа, я не буду подыгрывать этому человеку. Я просто начну уже прямо с ним разговаривать, потому что мне интересно, кто это. Короче, чел, я только что позвонила отцу. Если ты сейчас не скажешь, кто ты, тебе будет немножечко не по себе. Потому что такая картина меня реально не устраивает. Не ругайся. Кто ты? Мне реально интересно, потому что мне никто на мой телеграм-канал еще ни разу не писал. И обычно я с кем-то переписываюсь, да, с какими-то фейками или еще с кем-то в инстаграме. Тут решили на новый уровень, что ли, перебраться или что, я не пойму. И кто это вообще такой? Я блокировать не хочу, я хочу выяснить, кто это. Парень. И что ты хочешь от меня? Мне интересно, что от меня реально хотят? Скинь свои пошлые фото. Тут все понятно. Как бы дальше комментировать не нужно. А я тебе свои. Иди, пожалуйста, в жопу. И объясни мне, кто ты. Только находясь уже в жопе. Полюбаться будешь там, если не скажешь, кто ты. Твой парень будущий. Такие сообщения я получаю. И, в принципе, я к ним привыкла. Мне не смешно. Скажи мне, пожалуйста. Пока не поздно. Кто ты такой? Ну или хотя бы сколько тебе лет? 13 лет? Ребят, как мне на это реагировать? Просто вот сейчас зайдите в комментарии и напишите мне, как бы вы на это реагировали. Человек изначально выставляет себя за моего папу, а потом пишет, что ему 13 лет. Вообще в чем прикол как бы? Коля меня зовут. Кто тебе дал мой номер? Друг скинул. Какой? Скажи, пожалуйста. Реально, ребят, это уже как бы, ну реально не смешно. Типа, что за бред? Не могу сказать. Я никому не скажу. Конечно же, это обман. Мягко сказано, что это обман. Естественно, я это всем расскажу сразу же. Я ради этого ролика снимаю. Я тебе заплачу. Он написал, что не хочет. Сколько? 1 рубль, сука. Еще, блядь, ребят, я не собираюсь вообще никому платить. Никаким фейком, который мне вот такую херню пишут. Никакому вообще абсолютно человеку с этих пор. Какого хрена вообще дошло до того, что люди узнают мой номер телефона и пишут вот такую херню. Еще меня на понт ставят. Типа, сколько я готова заплатить? И что, унижаться должна? Или что, я понять не могу? 1 рубль мало. Он на серьезных щах это написал, ребят. Ты мне давно нравишься. Так, прекрасный у нас папа, да? Круто, я все-таки решила подобрать момент, чтобы ролик снять. Еще с садика. Как тебя зовут? А, блин, ребята, как он говорил? Как его зовут? Коля. Я не помню, чтобы у меня в садике был какой-то Коля. Я отвечаю, ребят, я не помню этого. Типа, я вообще многих именах не запоминаю. Да и в принципе не у кого спросить. Ты такая красивая. Я знаю, что я красивая, просто кто тебе дал номер? Я буду с тобой, если ты скажешь. Ну, раз он сказал, что он с садика, потом говорил, что ему 13 лет, тут какая-то несостыковочка, мне кажется, ребят. Потому что если он с садика, то, соответственно, он моего возраста. И если он тут начал как бы признаваться в этом, то, соответственно, можно его вот так вот надурить. Как минимум мы погуляем. А я реально, ребят, с ним погуляю, если он сейчас скажет, кто ему дал номер. Я жду ответ, как бы уже минута прошла, я сижу без дела. Вот эти смайлики, они вообще к чему и что значит, как? Блин, ребят, меня вообще все бесит начинает. Что это за херня? О, господи. Печатает. Пару дней назад взламывали твой телеграм. Не помнишь? Ты меняла пароль. Ребят, я реально дура. Почему я? Я даже не вспомнила об этом, я отвечаю. Короче, пару дней назад мне пришло огромное количество сообщений, типа, коды всякие, типа, вас хотят взломать. Я потеряла доступ к своему телеграм-каналу, и когда попыталась войти, мне удалось это сделать, и я быстро поменяла пароль. Но я не имела доступ к телеграм-каналу где-то буквально минут 15, не дольше. Я очень часто сижу и много сижу в телефоне. Я не знаю, каким образом меня взламывали. На мой номер телефона приходили коды, и походу кто-то реально спалил мой номер телефона, соответственно, мне придется его поменять. Ребят, и это ни в коем случае не говорит о том, что я не хочу с вами разговаривать. Просто один раз я рассказала вам о своем номере телефона, и как бы он просто чуть ли не сломался, чтобы вы понимали. Не было ни одной свободной секунды, когда мне названивали просто каждый раз. И тут, воспользовавшись случаем, я просто хочу сказать вам, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм, потому что там я отвечаю всем. Там есть и видео-звонки. Я очень жду вашего актива, поэтому просто заходите туда. Я отвечаю в неделю раз по 10 в день каждому своему подписчику. Пожалуйста, подпишитесь. Ок. Собираешься слить мой номер? Нет, он только мой. Я написала, хорошо. Тогда спишемся с тобой потом. Я, кстати, снимала видео. Да, погуляем. Позже тебе напишу. Я сейчас объясню, ребят, почему я так ответила. Запись экрана можно выключать. И, в принципе, с этим чуваком я буду держать связь, потому что мой телеграм-канал реально взламывали. И я очень хочу, чтобы все мои данные и прочее-прочее оставалось как бы на своих местах, потому что как бы у меня там есть и личные какие-то переписки. И я не хочу, чтобы моя личная жизнь просто была вот так вот на показ. Сами понимаете. Я с этим человеком увижусь, договорюсь, и вы все это можете наблюдать в инстаграме, потому что я уже этому человеку сказала, что я снимала видео. Он уже в курсе, значит, что этот ролик выйдет у меня на канале. Соответственно, как бы если я ему нравлюсь, то для меня условием будет то, что я его покажу в своем инстаграме, ну или хотя бы мельком как-нибудь. В общем, следите за моими социальными сетями. Я буду заканчивать это видео. Сейчас уже должна прийти моя подруга. Она мне только что написала в ватсапе сообщение. Я и об этом всем расскажу. Ну и дальше уже будем с вами говорить на эту тему в моем инстаграме. Спасибо большое за просмотр. С вами была Карина Аракелян. Не хочу много разговаривать, потому что сейчас у меня реально какое-то дикое заблуждение. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok